Зарплаты сотрудников всех организаций округа соразмерные с минимальным размером оплаты труда пересчитают в ближайшее время в соответствии с определением Конституционного суда России, данным в конце 2017 года. Согласно документу, зарплата должна быть не менее мрот, при этом северные надбавки не учитываются. Из бюджета округа на эти цели дополнительно потребуется 110 миллионов рублей. Этот и другие вопросы обсудили на очередном заседании администрации Ненецкого округа. Минимальный размер оплаты труда в России сегодня составляет 9489 рублей, или 70% от федерального прожиточного минимума. В Ненецком округе с 1 января текущего года мрот равен 24,671 рублю. Для бюджетников и рассчитан из размера федерального мрот, умноженного на коэффициент 2,6. Для работников предприятий негосударственного сектора минимальный размер оплаты труда должен быть не менее 21 824,7 рублей. В основном эти изменения коснутся младшего технического персонала. В три раза планируется увеличить расходы бюджета на реализацию окружной программы «Организация отдыха и оздоровления детей НАО» на 2017-2020 годы. В этом году запланировано трудоустроить порядка тысячи человек. На эти цели будет выделено 24,5 миллионов рублей. Если брать первую под программу и вторую, то увеличение на 2018 год произошло в 3,9 раза финансирования. И на 2019 год в три раза. Также на заседании одобрили инициативу, по которой оставшиеся средства по подготовке памятных знаков, родившимся в Ненецком округе, это 556 тысяч рублей, пустить на дополнительные знаки. Напомним, что деньги на эти цели были выделены компаниями «Востокнау» и «Лукойл». Вопрос расходования остатков с ними согласован. Кроме того, на заседании обсудили изменения порядка определения условий оплаты труда руководителей хозяйственных обществ. Более 50% акций, в уставном капитале которых находится в собственности округа. Вопрос возник в связи с тем, что в 2018 году создано два таких акционерных общества. Ненецкая формация и агропромышленная компания. Предлагается дополнить формулу расчета коэффициента сложности управления понижающим коэффициентом, который равен 0,2. Он ранее установлен был в порядке для государственных унитальных предприятий и применялся исключительно к группу Ненецкая агропромышленная компания. Мы предлагаем аналогичный показатель установить в порядке для хозяйственных обществ. Таким образом, после преобразования сотрудники акционерных обществ не должны потерять в размере оплаты труда вне зависимости от форм собственности предприятия.